Российский оккупант и пропагандист Андрей Морозов с позывным «Мурс» застрелился. Как сообщают российские телеграм-каналы, он подался травле со стороны других пропагандистов из-за того, что раскрыл потери армии Российской Федерации в боях за Авдеевку, заявив о 16 тысячах ликвидированных солдат. После чего командование заставило его удалить это сообщение. «Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала нам пишут из Янины. А вас заставило отдать этот приказ в ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим поставки, снарядов, коптеров, новых танков и БМП». Позже пропагандист написал, что собирается покончить жизнью, что он сам нажмёт на курок, если никто не решится взять на себя это пустяковое дело. «С 21 февраля 2024 года вы можете смело говорить всем, кто вам позвонит по телефону, что я у вас не служу и никаких проблем со мной нет». Андрей Морозов – гражданин Российской Федерации, который принимал участие в войне Российской Федерации против Украины и до полномасштабного вторжения. Также он вёл пропагандистский телеграм-канал. Это не первая гибель пропагандистов Российской Федерации. В апреле прошлого года, во время так называемого «творческого вечера» Владлена Татарского в Петербурге взорвалась татуэтка, которую якобы подарили пропагандисту. В результате взрыва он погиб на месте. Хотя Владлена Татарского российские пропагандисты и называли военкором. На самом деле он не был журналистом и воевал против Украины. А до этого сидел в тюрьме в Горловке за ограбление банка.